Добрый вечер! Меня зовут Ольга Павлова. Это «Сумма мнений» на ИТВ о городе с большой буквы. Сегодня в программе. Добрый вечер! 2019 год. Свердловск Стат опубликовал в конце прошлого месяца, в конце октября. Они гласят, что продуктовая корзина наша ощутимо подорожала примерно на 4,5%. При этом качество продуктов зачастую оставляет желать лучшего. Цена может быть завышена тоже незаконно. Что с этим делать? Как миновать пропащие продукты на магазинных полках? Как миновать завышенные ценники? Об этом поговорим с гостями нашей студии. Сегодня рада приветствовать Вячеслава Вегнера, депутата Законодательного собрания, члена Комитета по ограждению и политике, природопользованию и охрану окружающей среды. Вячеслав Михайлович, добрый вечер! Добрый вечер! В нашей студии Екатерина Воробьёва, заместитель руководителя начальника отдела ограничения монополистической деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Екатерина Константиновна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, для начала экономите ли вы? Вот всё о высоких ценах. Вы в ваших семьях ходите в магазины. Стали экономить? Я хотела бы так ответить. Мы подходим с выбором к цене того или иного продукта. То есть мы как потребители, соответственно, у нас есть право выбрать цену, либо качество продукта. И, соответственно, мы голосуем своим кошельком. Вот так вот. Ну, есть какие-то изменения? Раньше позволяли себе, скажем, вот этот перечень, сейчас уже предпочтение? Ну, особо, что касается лично меня, я могу сказать, что кардинального какого-то изменения я не заметила. Вячеслав Михайлович, у вас как? Ну, наверное, я поддержу. И именно так. Я не скажу, что у нас, ну, лично в нашей семье была такая обширная продовольственная корзина, где была чёрная икра и заканчивалась осетриной. Ну, не знаю, мы приверженцы какой-то классической еды. Всего этого и нет, мне кажется, на полках магазинов. Нет, но при желании можно купить. Поэтому, естественно, продукты стали дороже. Всё, что касается мяса, всё, что касается молока, отнюдь не на 4% мы знаем, что всё это подорожало. Ну, естественно, просто я заметил в семье, я хочу сказать, что затраты на продукты стали, конечно, гораздо больше. И вот даже то, что касалось меня, это не на 5, не на 4%, это гораздо больше. Ну, какая цифра? Ну, я считаю, что где-то процентов на 15, вот те продукты, которые мы употребляем в семье, конечно, стали дороже. Тут даже сомнений нет. Вы можете присоединяться, дорогие слушатели и телезрители, к нашей беседе. Я напомню координаты. Это телефон прямого эфира 376-45-90. Мы принимаем сообщения по WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7900-206-45-88. Заходите на наш сайт егбург.тв. Егбург.тв. Ну, вот даже в этих условиях цены растут. Что фиксируют надзорные ведомства? Какая сейчас картина? Ну, что касается антимонопольного ведомства, то мы занимаемся контролем именно оптовых цен. То есть это цен поставщиков. Этим ценам в торговые сети поступают продукты. Там уже сеть решает, по какой цене выставить на полку тот или иной товар. То есть цена розничная определяется самостоятельной торговой сетью. И вот с нашей стороны контроль-то в основном за ценами поставщиков, как я уже сказала. Что касается именно цен поставщиков, здесь мы, как контрольный орган, видим как повышение цен, так и понижение. Что это говорит? Какие выводы мы, как контрольный орган, делаем? Это говорит о том, что все же поставщики при поставках своих продуктов в сеть конкурируют. То есть предлагают либо высокую, либо низкую цену. А тут сеть уже сама определяет, по какой ей покупать. С нашей точки зрения мы не можем говорить о том, что это нарушение. Наоборот, с точки зрения конкуренции это хорошо, когда разные цены. В том числе и в итоге мы видим, что в рознице тоже цена разная. Даже если вы зайдете в магазины розничной сети одну и той же, то вы один и тот же продукт можете увидеть по разной цене. Конечно, есть магазин, который находится в центре, там совершенно одна стоимость метра аренды. И вот резюмируя, что с нашей точки зрения, с точки зрения антимонопольного органа, с точки зрения конкуренции, это очень хорошо для товарного рынка в целом. То есть здесь для экономики, можно сказать, что положительный эффект, результат. А что касается качества продуктов, оно, судя по всему, страдает. Знаете, я бы еще вернулся сейчас к предыдущему вопросу касаемо цен. Я бы согласился, что у нас есть какая-то конкуренция, идет спор между поставщиками, соответственно, снижаются цены. Но давайте так честно и откровенно взглянем на ситуацию сегодня в Свердловской области. Область у нас снабжает себя молоком и мясом на 65-67%. Соответственно, если есть дефицит какого-то продукта, мы же понимаем, что дефицит всегда ведет к увеличению цены. И, соответственно, любой продавец, он будет стремиться повышать цену так, чтобы в конце концов был какой-то баланс между спросом и предложением. В любом противном случае цена будет расти до небес. И давайте так вот посмотрим, вот сегодня мы говорим про цены и так далее. Я просто приведу конкретные цены, которые мы фиксируем, кстати, с помощью Росстата и так далее. Например, по Освинине. То есть она подорожала, в принципе, в течение года на сегодняшний день всего вроде бы на 7%. Но давайте посмотрим, что если оптовая цена сегодня наших производителей порядка 150 рублей за килограмм, то мы посмотрим, а почем продают все эти средние потребительские цены. Уже 273 рубля. Давайте так, 150 рублей мы отдаем нашему производителю. Ну, кто-то, если близкий к сельскому хозяйству, знает. Для того, чтобы произвести килограмм свинины, это минимум, извините, полтора года. А для того, чтобы всего лишь его у него получить, этот кусок, вот мы говорим, что мы сегодня как-то сети, они сами формируют. А для того, чтобы у него это мясо забрать и продать, уже наценка практически равна цене производителя. Ну, извините, есть в этом, так сказать, какой-то элемент честности? Я думаю, что нет. И поэтому происходит то, что происходит. Тоже сливочное масло. Ну, посмотрите, сегодня с начала года цена на 12% выросла. Поэтому все цены, конечно, те, когда говорят о 0,4 и конкуренции, пока будет вот некий такой вот дефицит, и когда не будет реальной конкуренции, конечно, никакого снижения цен не будет. Цена будет, в конце концов, расти, и будем мы с вами платить своим кошельком. И когда говорим, что мы голосуем своим кошельком, ну, не совсем так. Мы голосуем своей потребностью. Да, нам больше некуда идти, как купить это мясо. Ну, ведь и как производителям, тем же молочникам, да? Ведь они говорят, что вы назвали цифру 60% местного здесь произведенного сырья, оставшиеся 40% они берут из других регионов. Давайте тоже молоко, да? Вот сегодня литр молока производитель сдаёт на переработку сколько? 23 рубля. Поскольку оно сегодня в магазинах 48 рублей. То есть практически в два раза отличается от той цены. То есть основную маржу у нас сегодня всё же берёт продавец, а отнюдь не производитель. Ну, считайте, 23 рубля и 48. Сколько себе взял продавец и сколько себе взял производитель. Поэтому в этом я всё равно усматриваю некий элемент отсутствия конкуренции. Ну, какая так чёрта конкуренция? Нам пишут наши телезрители, ну, вот, кстати, сливочное масло называют, подорожало очень творог, меньше 50 рублей нет за пачку. Да, конечно. Пишет Александр. Молоко цена держится, кстати, отмечает. Но упаковка по 800 миллилитров уже стала. Яйца продают по 6 штук. Так это тоже одна из хитростей. Мы же берём пакет, да? Мы считаем, что он литровый. Ну, мы привыкли так, что он литровый. Я его беру, прихожу домой. А он те же деньги стоит, но там 800 грамм уже. То есть, а теперь 200 грамм, считайте, значит, на 20 процентов, в общем-то, цена повысилась. Екатерина. Есть некая в этом хитрость. Ну, вот о чём я и говорила, что, да, хитрость-то есть, но первый, кто бдит за этой хитростью, именно сам покупатель. И контрольный орган, конечно, надзорный. Но покупатель, в первую очередь, тоже должен смотреть, что он покупает. Ту же цену, тот же объём, тот же состав. Без этого невозможно. Иначе ни один контрольный орган не сможет просто проконтролировать действия всех поставщиков, всех торговых сетей. И ещё, что я хотела сказать относительно конкуренции. С 15 июля этого года у нас значительные изменения в закон о торговой деятельности введены. И там как раз сейчас требование установлено как для торговых сетей, так и для поставщиков в части размещения на своих сайтах, сети интернет, условия отбора поставщиков либо торговых сетей, соответственно, и существенных условий договора поставки. То есть вот в этот момент как раз с появлением этой обязанности и будет проявляться конкуренция по отбору, соответственно, торговыми сетями поставщиков, а поставщиков, соответственно, торговых сетей. И нельзя говорить о том, что здесь не будет иметь значения большие такие критерии, как качество и цена. Всем понятно, что любая сеть готова покупать по низкой цене, но при высоком качестве. И продавать по максимальной цене. Ну, продавать исходя из цен, которые у нас формировались на рынке. Ну, о чем мы сейчас и хотели, о чем я и пытался сказать. То есть антимонийный комитет, конечно, занимается своей деятельностью в рамках им позволенной. Я-то говорю сегодня о другом. Я говорю сегодня молоко за 23 рубля, покупаем мы его за 48 рублей. То есть ведь здесь, ну, это уже как законодатели, наверное, это больше вопрос может быть к нам, как законодателям. То есть именно ограничение, в конце концов, аппетитов вот этих вот перепродавцов. Именно людей. Те, кто реализует продукты. Те, кто реализует, да. Там чего только нет. И плата за все. В конечном итоге, ну, производитель у нас оказывается в неравных условиях. А цепочка-то продолжается. Тот же Свердлов, кстати, дальше пишет, что а уж бизнес-ланчи, а уж рестораны, соответственно, там, считайте, еще добавленный процент. Ну, ради бога, рестораны, это определенная категория людей ходит. Ну, бизнес-ланчи, любое кафе, рестораны может быть, но обедать хотят все. Но, однако, мы же видим, что если они хотят и борются за своих покупателей, те же бизнес-ланчи, тот же бизнес-ланч сегодня, ну, сколько в среднем у нас цена? От 140 рублей, наверное, до 250 вполне возможно в центре города сегодня. А этот же обед будет стоить вечером, например, ну, там уже сумасшедшие. Что касается еще цен, раз мы на них так пока подробно остановились, вот недавний случай с детским питанием, писали местные СМИ, зафиксировано превышение максимально возможной стоимости, да, в магазине. Ну, вот тут, видимо, по обращению потребителя, да, была проведена проверка, это хорошо. То есть есть продукты, по которым, ну, вот подобные механизмы, может быть, известны какому-то числу потребителей, они могут это фиксировать. Ну, а как, в принципе, понять, либо это просто дорого, либо здесь есть уже нарушение, продается с превышением предельно допустимой торговой надбавки? Ну, вот что касается детского питания, здесь достаточно все хорошо в плане того, что эта надбавка регулируется, она установлена, то есть все об этом знают. Вот, а что касается других продуктов питания, за исключением детского питания, то на них на сегодняшний день законодательно торговая наценка не регулируется. И, по сути, здесь у торговой сети есть, ну, возможность свобода. Делать любые цены. Да, но опять-таки, все же в результате практики мы понимаем, что все торговые сети ориентируются, грубо говоря, друг на друга, ну, то есть опять на своих же конкурентов. То есть ясно, что если в одной сети там молоко по 48 рублей, то, наверное, ну, средняя цена, то вряд ли какая-либо сеть будет продавать это же молоко по 100 рублей. Да, все равно плюс-минус цена будет разниться, но тем не менее. А вот здесь вот, опять же, к вам вопрос, как к специалисту, а не является ли это сговором? Ну, давайте так, ну, молоко 23 рубля. Пусть мы его пакетируем, да, там запакетировали. Запакетированное молоко сейчас сколько там будет стоить? Ну, не намного дороже. Но, однако, там тоже запакетированное порядка там 39 рублей. Но мы его видим, средняя цена по магазинам 48 рублей. И вы правильно сказали, то есть сети выравнивают. Я не говорю, что они встретились там в ресторане, икры черной наелись и решили по 48, да? Вопрос... Решение принимает потребитель. А не сговор ли это между ними? Ну, конечно, у нас есть в законе запрет на соглашение, согласованные действия. Но есть, конечно, параметры, при которых такие действия запрещены. Пожалуйста, обращайтесь в антимонопольный орган, и мы будем расследовать данные ситуации. Мы обязательно впереди узнаем алгоритм, как действовать людям в случае, если подобные подозрения у них возникают. И я предлагаю еще о качестве поговорить. И представляю вам спикера, который присутствовать не смог, но дал свой комментарий. Нашим корреспондентам это Наталья Шулунцова, начальник отдела надзора по гигиене, питанию и защите прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания, управление Роспотребнадзора по области. Она сейчас нам расскажет, какие нарушения фиксируются. Внимание. Основные нарушения, которые у нас выявляются, это, конечно же, чаще нарушения требований санитарного законодательства. Например, в честь организации производственного процесса, организации производственного контроля, санитарного содержания, то есть чисто грязно на объекте, если говорить обыденным языком обывательским. Набора помещений, то есть очень часто у нас в предприятиях выявляется недостаточный набор, например, складских помещений, если это предприятие торговли, недостаточность холодильного оборудования, когда мы фиксируем, что продукция хранится либо в коридорах, либо вне стеллажей, вне холодильников и так далее, и так далее. Кроме того, достаточно часто мы выявляем нарушения по маркировке пищевой продукции, по условиям хранения сроком годности пищевой продукции, по наличию сопроводительных документов. Продолжаем разговор о продовольственной безопасности. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе. Ваши вопросы и комментарии ждем на сайте егбург.тв. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир 376-45-90. Ну и все мессенджеры работают. Ватсап, Вайбер, Телеграмм, плюс 7900-206-45-88. Несколько комментариев, вопросов на сайте. Ну, в частности, Анна нам пишет, что цены просто аховые в магазинах, никто ничего не берет. Куда это все девается? Опять перебивают даты и кормят нас мусором. Ну, давайте так вот. Если мы перед рекламой говорили вопрос о качестве и так далее. У нас в Свердловской области разработана определенная программа, которая по становлениям правительства введена. Действует она до 2000 года, эта программа. И основной упор в ней точно так же делается на лабораторные исследования. Я хочу сказать, что управлением Роспотребнадзора эта работа проводится, там выделяются определенные деньги. И хочу сказать, что по 2015 году оштрафовано различных производителей за фальсификат, за некачественную продукцию. Порядка 2,5 миллионов наложено административных штрафов. Я хочу сказать, что это большая сумма. По этому году уже штрафы превышают 1 миллион 600 тысяч. Это совершенно страшные цифры, если представить количество магазинов. И, соответственно, Минсельхоз наш занимается и контролем качества. Разработан сайт потребитель 66.ru. Если сейчас телезрители запишут, они могут обращаться на этот сайт, смотреть. Там есть достаточно интересная информация, связанная с некачественным производством. И хочу сказать, что выявляется много случаев фальсифицированных. Могу привести такой пример, что за этот год какие, например, были выявлены колбасные изделия. Это где 2 и более раз были признаки фальсификации таких вот комбинатов, как Велес, Калинка, Щедрый вкус, Царицыно, Рамкор, мясокомбинат Павловская Слобода и так далее. Ну и тут есть молочные продукты из Челябинской области, это Уралмолоко. И именно как раз вот эти вот сведения мы на этом сайте выкладываем. То есть, если есть недобросовестный, так сказать, производитель, будьте любезны, наши потребители должны знать, что, ребята, тиграм мясо не докладывается. Интересуется, в каких магазинах можно купить местное мясо, Куры и Тупермские, или Челябинские, пишет Валентина, своего же ничего нет. Ну, почему? Раз уж вы так недовольны, и такую статистику печальную по фальсификатам колбаски. Ну, я бы не сказал, что местный производитель не продает. У нас сегодня есть и в магазинах есть марки такие у нас, марочки вешаются, это называется «Покупай местное» и «Местное ритейлер». Да, нисколько надо заплатить за такую марочку, интересно. Да, нисколько не надо заплатить. Просто сегодня продавцы, они сами вешают эти марки, что это местная продукция. У нас широко на рынках представлена продукция Ирбитского молокозавода, да, есть она. А мясо, мясо? Сегодня, если взять мясо, ревкинская птицефабрика, мы на 100% практически Свердловскую область снабжаем своим яйцом. То есть, наша Свердловская птицефабрика. Ну, то, что касается молока и мяса, я уже сказал, что это порядка 67% как по молоку, так и по мясу. Они тоже представлены во всех магазинах. Сегодня достаточно активно велась работа нашего правительства области с продавцами для того, чтобы наша продукция была допущена на рынок. Ну, и ко всему прочему, не забывайте и сельхозярмарки. Сегодня есть такая направленность на проведение сельхозярмара, где тоже продается наша продукция. Поэтому можно найти, я не согласен с тем, что ее нет. Сегодня все, будем говорить про сети, грубое, наверное, слово, но обязаны участвовать в работе по продаже нашего местного товара. Что касается случаев, когда все-таки потребитель сомневается или уверен, что есть нарушения у вас, я знаю, работает горячая линия? Да, у нас она работает даже с 2014 года и до сих пор, пожалуйста, любой и каждый может зайти на сайт управления Федеральной антимонопольной службы, либо Федеральной антимонопольной службы и оставить там свое заявление как о повышении розничных цен, так и об оптовых, о повышении оптовых цен. Желательно, конечно, сразу приложить какие-то доказательства, чтобы можно было оперативно выяснять и работать по данному заявлению. Ну, что это может быть? Ну, это вплоть от ценника, чека и фотографий, хоть что, но лишь бы, что в любом случае доказательства было просто голосовно, это очень трудно в этом разбираться. Я думаю, что это некое лукасство. Екатерина, еще раз, может быть, горячую линию мы озвучим, чтобы знали, куда обращаться в случае, если есть подозрения на то, что закон нарушен по части ценообразования? Пожалуйста, конечно, обращайтесь в управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области, либо в Федеральную антимонопольную службу, через сайт интернет, либо к нам приходите на Московскую 11 в городе Екатеринбурге, либо звоните по телефону 377-00-83, и вам обязательно подскажут, куда, если что, вам нужно обратиться. Если вы, допустим, по каким-то причинам не можете пройти через электронные средства связи и сообщить нам об этом. Один из самых популярных советов, как быть с питанием в условиях кризиса, дал коллега Вячеслава Вегнера по комитету, ставший популярным на всю страну господин Гафнер, он рекомендовал год назад меньше есть. Мы сегодня, ну, несколько расширили перечень, шутки шутками, но на самом деле механизмы есть и действовать можно. Мы продолжим после небольшой паузы. Продолжение следует...